Ну, вообще, дело прогноза, это, конечно, дело неблагодарное, но у России, мне кажется, существует три варианта. Ну, первый вариант – это проигрыш Соединенным Штатам, то есть мы вот сейчас так активно с ними боремся, допускаем какую-то ошибку, или Соединенные Штаты идут на какие-то экстраординарные меры, и наступают 90-е годы, но только в гораздо более худшем варианте. То есть то, что сейчас происходит на Украине, вот этот вот весь хаос, чудовищное падение курса национальной валюты, рост цен, недоступность элементарных бытовых услуг, перебой с водоснабжением, подача электроэнергии – это все покажется мелочами, на мой взгляд. Второй вариант заключается в том, что все-таки эти прогнозисты типа Хазина окажутся правыми, и действительно Америка там схлопнется из-за своего там внешнего долга или из-за каких-то еще обстоятельств. Мы, в общем, выйдем победителями, будем делить мир там уже в кругу стран БРИКС, и центр сместится от стран Запада к странам Востока все-таки в определении судит мир. Ну и третий вариант самый реалистичный, что радикально за эти пять лет ничего не изменится, будет все идти вот так же ни шапка, ни валка, будет экономика то проседает, то снова подниматься, но в целом все будет как обычно. Вообще, хоть этот сценарий самый реалистичный, но он такой не очень интересный, то есть это примерно то же самое, что обычно называют там застоем и так далее, но мне хочется верить, что это будет не застой, а все-таки стабильность, а после периода которой мы пойдем на новый взлет. Субтитры создавал DimaTorzok